Европа. Эту часть света прославили удивительные города и цивилизации. Но её земли являются неожиданно дикими. Естественная природная среда простирается более чем на 10 миллионов квадратных километров. От самых северных уголков Арктики до кристально чистых вод Средиземного моря. Сейчас на территории этого поразительного континента происходят перемены эпических масштабов. Дикое сердце Европы забилось вновь. Люди стали помогать природному миру. Пойдём проверим, как поживает тенец. Возрождаются целые виды. Он плохо спит, поэтому действовать нужно быстро. И сама природа обретает вторую жизнь. Круг жизни формируется заново. Дикая природа возвращается в Европу. Один вид животных бросил вызов судьбе. И учёные вступают в гонку со временем, чтобы обеспечить его будущее в дикой природе Европы. Дикая природа Европы. Спасение европейских медведей. Итальянские аппенины. Известняковая горная система удивительной красоты. Хотя они могут показаться недосягаемыми. Аппенины располагаются всего в двух часах езды и от шумных римских улиц. Их богатая среда обитания привлекает самых разнообразных животных. От могущественных и скрытных хищников до жаждущих новых возможностей добытчиков. Горы приветствуют всех животных настоящим изобилием. Но не обошлось и без исключений. Одному обитателю аппенин приходится бороться за выживание. Редкое зрелище. Самка аппенинского бурого медведя и ее детеныши. Она учит их находить насекомых. Пока всю работу делает мама, малыши заняты своими делами. Но им придется быстро учиться, если они хотят выжить. Поскольку эти медведи находятся под угрозой. Они являются под видом европейского бурого медведя. И в дикой природе осталось менее 50 их особей. Помимо этого, им становится негде жить. Большинство из них обитает в национальном парке Абруццо, где они находятся под защитой. Но со всех сторон они окружены людьми и зачастую сами выходят за пределы охраняемых территорий. Сокращение ареала влечет за собой ограничение естественных источников питания медведей, из-за чего им приходится искать пищу в других местах. Глубокая ночь. В деревню Сканна, располагающуюся на конце парка Абруццо, были вызваны рейнджеры. Медведица разорила местный курятник. Рейнджерам необходимо отыскать ее, пока она не нанесла еще больший ущерб. Виновница найдена. Но она по-прежнему находится слишком близко к деревне, жители которой могут предпринять свои ответные меры. У итальянских рейнджеров уходит целая ночь на то, чтобы увезти медведицу на безопасное расстояние в горы. Этот случай не является редкостью. Подобные набеги весьма распространены в данном регионе. Некоторые медведи даже не дожидаются наступления темноты. Уйдите с дороги! В поисках пищи? Осторожно! Эта самка рискнула пробежать сквозь людные деревенские улицы. Опенинским бурым медведям явно не хватает места для поисков пропитания, партнеров и подходящих территорий. Поскольку в естественной среде их осталось мало, будущее этого удивительного подвида находится в руках небезразличных ученых. Марио Чиполонни возглавляет масштабный проект под названием «Восстановление опенин». «С исчезновением медведей мы лишимся не только целого вида, но и настоящего символа этих краев. Его миссия – спасти медведей от вымирания». Но впереди много трудностей. Помимо охраны медведей, ученые занимаются объединением отдаленных участков их ареала, а также делают все, чтобы люди и медведи могли существовать вместе. Благодаря природоохранным мероприятиям здесь уже удалось спасти от вымирания другой уникальный вид. Опенинскую серну. Обычно серны вполне безвредны. Но сегодня в воздухе витает запах, из-за которого кроткие козлы превратятся в могучих воинов. Самцы улавливают запах, вдыхают поглубже и анализируют его. Этот запах исходит от самок в период течки. Они способны зачать потомство в течение всего лишь двух дней в году. При исполненном тестостероном самцам нельзя терять ни минуты. Чтобы заполучить партнершу, им придется избавиться от своих конкурентов. Сначала они отстаивают свои позиции. нельзя давать слабину. Затем дела принимают серьезный оборот. Напряженная погоня разворачивается на отрывистых скалах высотой более полутора километров. Один неверный шаг может стать последним. Субтитры создавал DimaTorzok Проигравших выгоняют. А победители возвращаются к ухаживаниям и в итоге к спариванию. Когда-то на всей планете оставалось менее 40 опенинских серн. Но благодаря защитникам окружающей среды их число выросло до 2000. Их пример дает надежду и на спасение опенинских бурых медведей. Усилия группы по восстановлению дикой природы могут помочь возродить их скромную популяцию. Но медведи находятся под угрозой не только здесь. По всей Европе медведи вынуждены страдать от последствий близкого соседства с человеком. В итальянских опенинских горах распустились луга. Многие животные не в силах устоять против цветов. Среди них питающийся нектаром языкан обыкновенный. Он способен делать до 80 взмахов крыльев в секунду. Луга также являются основным местом для самого усердного работника во всей территории. Медоносные пчелы. Этот рудяга работает в Неулье. Ее задача – собирать нектар и пыльцу. Искать их она может на расстоянии до 80 километров от Улья. Ей очень повезло. Она отправляется домой с огромным запасом пыльцы и рассказывает своим коллегам, где можно найти лучшие цветы, виляя из стороны в сторону. Это выглядит странно. Но угол и интенсивность ее виляний сообщают другим пчелам точное направление. К ней присоединяются ее сестры. В Улье рабочие пчелы превращают нектар в мед. Он прокормит всю колонию, а также будет радовать людей. В Абруццо производится 15% всего итальянского меда. Для местных жителей это бесценный ресурс. Но и медведям бывает трудно от него отказаться. По всей Европе мощное обоняние притягивает медведей к меду. Этот медведь обнаружил улей. Даже положенный сверху кирпич не сбивает его с толку. Добившись своего, он съедает как мед, так и личинок пчел. Обнаружив пищевой тайник, медведь обязательно к нему вернется. Уже скоро он появляется вновь. А хуже всего то, что он привел с собой друга. Через несколько минут от меда не остается и следа. Улья уничтожена. За подобные рейды медведи рискуют расплатиться собственными жизнями. На помощь приходит Марио Чиполони и его проект. Чтобы защитить как мед, так и самих медведей, они создают вокруг ульев забор. От электричества медведи не пострадают, но и возвращаться тоже не захотят. От некоторых опасностей медведей оградить гораздо сложнее. По всей планете ареалам медведей наносят ущерб дороге. Чтобы перемещаться между участками своих территорий, медведям приходится их переходить. А это очень опасно. Многие медведи получают травмы и погибают из-за аварий. Ежегодно десятки европейских медвежат остаются без родителей. В Греции одинокого детеныша обнаружили прямо у проезжей части. Она отчаянно звала свою маму, но ее не было рядом. Ее спасли местные защитники дикой природы. И теперь заботиться об осиротевшей малышке предстоит сотрудникам природного центра Арктурос на севере Греции. В Греции медведи по-прежнему считаются вымирающим видом. Нам важна каждая особь. Детеныш по имени София начала обживаться. Она подружилась с другим потерявшим родителей медвежонком Луиджи. На воле компанию ей составляла бы мама. Они остаются с матерями в течение одного-двух лет, учатся всему и растут. Для них это крайне важное время. Софии и Луиджи всего по два месяца от роду, и пока они полностью полагаются на своих опекунов. Воспитание медвежат в неволе – исключительная мера. Но это их единственный шанс выжить. Грядущие несколько месяцев будут для них определяющими. Как в Европе, так и во всём мире медведи объединяют определённые модели поведения. В медвежьем обществе нет равенства полов. Традиционно в лучших территориях с обилием источников пищи царствуют самцы. Они бывают агрессивны по отношению ко всем медведям, не являющимися для них потенциальными партнёрами. Самки, особенно те, у которых есть детёныши, стараются всеми силами избегать их самих и их территорий. Из-за этого самки зачастую лишаются доступа к естественным источникам питания, что заставляет их отправляться в деревню. Марио знает, как помочь им. Его план – предоставить опенинским бурым медведям больше места, защитить их вне территорий парков и сделать возможным сосуществование медведей с людьми. Его команда работает над созданием троп, призванных соединить национальный парк Абруццо с другими охраняемыми зонами. Это позволит медведям свободно перемещаться сквозь 210 тысяч гектаров защищённых территорий. Для осуществления этой идеи Марио и его команда очищают десятки километров земли от старых заборов и колючей проволоки. Каждая убранная ограда означает потенциальный проход для самок с детёнышами. На скрытую камеру учёным удаётся запечатлеть удивительное разнообразие животных Абруццо, которым новые тропы приносят пользу. За опенинской медведицей и её детёнышем уже скоро следует стая волков, настороженная лисица и крайне хлопотливый барсук. Дикие тропы становятся для животных спасательным кругом. Они ключевым образом препятствуют изоляции, открывая доступ к пище, землям, а для этого самца благородного оленя к партнёршам. Несмотря на внушительный двухметровый рост, с самками ему пока не везло. Придётся приложить усилия. Он начинает с небольшой грязевой ванны. Но это не простая лужа. Он перемешал грязь со своей мочой. Против такой смеси не попрёт ни один конкурент. Настало время для фирменного приёма. Рёв должен помочь самкам войти в эструс. Пока ничего не выходит. Пора приступить к плану Б. Самки не смогут устоять. Он меняет облик. Собрав как можно больше растительности, он хочет значительно увеличить размер своих рогов в надежде соблазнить олених. Но сегодня удача не на его стороне. Возможно, завтра повезёт больше. На севере Греции, в центре дикой природы Арктурас, сироты София и Луиджи делают большие успехи. Они достигли важного этапа развития. Им больше не нужна бутылочка. Теперь они едят самостоятельно. Отныне их контакт с людьми сведётся к минимуму. Им нужно научиться бояться людей. Но без матери ситуация складывается не в их пользу. Только со временем станет ясно, готовы ли они к жизни на воле. По всей Европе бурые медведи нуждаются в помощи, чтобы выжить. Ключом к их спасению является процветающая среда обитания. Группам по восстановлению дикой природы необходимо шире взглянуть на положение дел. Именно это и происходит здесь, в Хорватии. Всего в нескольких километрах от побережья расположилась дикая местность. Горный хребет, которому нет аналогов. Велибит простирается вдоль Адриатического моря. В совокупности с лугами региона Лика, расположенного прямо у подножия гор, эта территория имеет большой потенциал. Ее уникальные места могут стать домом для множества различных видов. Среди них популяция бурых медведей, которым как раз нужна рука помощи. Но за последние 50 лет в этом регионе произошли огромные издания изменения. Фермеры покидают свои земли ради городской жизни. Удивительно, но массовый исход людей не принес пользу диким животным. В Лике очень много заброшенных земель, на которых растет масса сорняков. Но вместе со своей командой Дава расчет в трудностях новые возможности для природы. Для очистки покинутых и заросших территорий они ввели сюда крупных травоядных, среди которых польский коник и боснийская горная лошадь, чьи предки обитали здесь много лет назад. А также дикий бык, напоминающий вымершего первобытного тура. Непрерывное поедание ими растительности помогает освободить заросшие земли для произрастания саженцев и всходов. Благодаря столь масштабному изменению ландшафта начинают процветать различные виды. По биоразнообразию, обработанные животными земли значительно превосходят заброшенные территории, полные нежелаемых растений. Там растут цветы, туда слетаются насекомые и птицы. Присутствие лошадей и быков не проходит бесследно. Вскоре после выпуска первого стада в Лику мы заметили следы волков, шакалов и даже рысей. Природа отреагировала удивительно быстро. Первыми эффект от обновления окружающей среды и появления новых растений и насекомых почувствовали медведи. Поскольку они всеядные, медведи порой могут находить пищу в самых неожиданных источниках. Среди океана травы в работу погрузился энергичный грызун. Крохотная рыжая полевка – одно из самых маленьких млекопитающих в Хорватии. Она готова съесть все, что поместится в ее щеки. От ягод до червей. Она ни от чего не откажется. Пока еды достаточно. Но наступление зимы может повлечь за собой голод. Нельзя терять ни минуты. Полевке необходимо запастись пищей на долгую зиму. Крайне важно найти правильную траву. Спрятанная под землю трава сохранится на протяжении всей зимы. Запасами заняты и другие животные. Обонянию медведей в царстве зверей практически нет равных. И против запаха зубровки устоять невозможно. При необходимости эта закуска всегда сможет придать им энергии. Подобно рыжей полевке, все больше различных видов продолжает процветать в обновленной природной среде, благодаря чему медведи могут обрести новые источники питания. Этот положительный эффект, в свою очередь, может распространиться далеко за пределы Хорватии. Здешние медведи являются частью общей четырехтысячной популяции, перемещающейся по территории восьми стран. Защитники дикой природы надеются, что их достижения в Хорватии помогут увеличить количество медведей и в остальных частях ареала, включая Грецию, где осиротевшим детенышам Софии и Луидже уже исполнился год. Они подросли. Но у Софии дела идут далеко не идеально. Она растет медленнее, чем должна. Возможно, ее не смогут выпустить на волю. Горы Северной Греции. Осиротевшим медвежатам Софии и Луидже исполнился год. К ним присоединилась еще три малыша. Чтобы они смогли максимально вырасти, сотрудники Центра Арктура скормили их на протяжении всей зимы. На воле малыши провели бы все это время в спячке. Луидже и остальные самцы в полном порядке. Но девочка за ними не поспевает. Она находится в опасности. София самая маленькая из них, и ей нужно больше пищи, чтобы достичь нужной массы. Но она слабее, чем четыре других медвежонка, и они нередко отгоняют ее от еды. Как и на воле, здесь доминируют самцы. Софии не удается съедать такое же количество пищи. Ее выпустят на свободу, только если через четыре недели ей удастся набрать необходимый для этого вес. Если она не справится, ей не пережить зиму в диких условиях. В итальянских опенинах новые природные тропы привлекают гостей. Одним из животных, извлекающих из них максимальную пользу, является белка обыкновенная. Одна особенность позволяет этому резвому грызуну не волноваться о голоде, даже если еды рядом мало. Он сделал запасы. Эта находчивая белка заранее спрятала побольше фундука. Прошло несколько месяцев, и теперь ей осталось лишь вспомнить, где они. Может быть, под этим деревом? Или же в этой щели? В яблочко. орехов хватит даже для лесных птиц. Они обязательно подхватят остатки. Но всем нужно сохранять бдительность. повышенная активность может привлечь хищников. Это самец ястреба-перепелятника, способный искусно маневрировать между ветвями деревьев. Белка его не интересует. он жаждет маленьких птиц. Он выжидает идеального момента для атаки. но он охотится не ради себя, а ради своей семьи. Ему снова пора за дело. Подобное изобилие диких животных хороший знак. Но предстоит сделать еще очень многое, чтобы медведи оставались на этих тропах. Особенно осенью. Для медведей это время самое непростое. С приходом зимы медведи наподобие джакамины впадут в полугодовую спячку. В течение этого времени она совсем не будет есть. Чтобы пережить спячку, джакамини необходимо потреблять по 20 тысяч калорий в день до самой зимы. Пока она успешно с этим справляется, но одной травы тут явно недостаточно. Так гораздо лучше. Дикорастущие ягоды ей помогут. Но джакамини приходится проделывать дальний путь в поисках нужной пищи. Команде ученых необходимо удостовериться, что у нее не возникнет соблазна попытать счастье в деревнях. Они восстанавливают старые плодовые деревья в пределах троп. Это кропотливая работа. Пока деревья спят, ученые спокойно могут отрезать ненужные ветви. На обрезку более 600 деревьев у Марио и его команды есть всего несколько недель. Благодаря им на деревьях смогут вырасти новые плоды, обеспечив голодным медведям настоящий шведский стол. Ученые надеются, что это поможет медведям оставаться в пределах тропы подальше от людей. Важность этой работы крайне велика. На кону стоит выживание апенинских бурых медведей. Усилия команды по восстановлению природы в итальянских апенинах дают свои плоды. Одна медведица особенно наслаждается результатами их работы. Ее зовут Папина. На скрытой камере, установленной в одной из природных троп, видно, как она кормится вместе с детенышами. Данные с ее ошейника показывают, что она использует эти тропы, чтобы расширить свой ареал дальше всех апенинских бурых медведей до нее. Она проделывает путь из Абруссо в другой национальный парк Майеллу. Особенно воодушевляет то, что Папина является дочкой медведя, который нередко занимался поиском пищи в городах и деревнях. Мы очень гордимся проделанной работой. Папина избавляется от старых привычек. И ученые надеются, что детеныши последуют ее примеру, продолжая кормиться в пределах троп. В горах Греции некоторые животные из года в год получают теплый прием. Эти белые аисты прилетели домой как раз к весне. Гнездящиеся пары остаются верны друг другу, ежегодно возвращаясь к своим гнездовьям. Эта пара не стесняется пользоваться местным гостеприимством. Из веток мха они свили гнездо весом 250 килограммов прямо на деревенском электрическом столбе. Остается надеяться, что Луиджи и Софию в будущем ждет столь же понимающие отношения со стороны людей. Несмотря на плохую погоду, в центре Арктура с подготовкой идет полным ходом. Ты иди первый, а я за тобой. Осиротевшим детенышам Софии и Луиджи предстоит вернуться на волю. Но только в том случае, если София смогла набрать вес. Если освободить медвежат сейчас, они успеют привыкнуть к жизни на природе и смогут запастись жиром на зиму. Прежде всего медвежат нужно усыпить. Но для этого придется попотеть. Они забрались на самое высокое дерево в вольере. ученым очень сложно в безопасности добраться до детенышей. Давайте вниз скорее! Но им удается убедить Софию спуститься. Ты просто умница. Ее усыпляют. Но действие транквилизатора продлится всего 40 минут. Ученым нужно поспешить. София проходит полный медосмотр. Самым волнительным моментом является взвешивание. Оно поможет понять, готова ли она к освобождению. 28 килограммов. Вопреки всему, она достигла 28 килограммов. Этого достаточно. на нее надевают GPS-ошейник и подготавливают к путешествию. Софию и Луиджи отпустят вместе, чтобы они помогали друг другу в первые дни на воле. Ученые увозят медвежат глубоко в горы. Первой выходит София. Пускай она и нетерпелива, без лучшего друга она не уйдет. Настала очередь Луиджи. Медвежата быстро собираются с духом. Благодаря работе команды центра Арктурос этим счастливчикам повезло вернуться домой в горы. Ученые верят, что если помочь европейским медведям сосуществовать с людьми, то в будущем спасать медвежат-сирот придется гораздо реже. Человеческое вмешательство может спасти как отдельных особей, так и целые виды. В Италии, Хорватии, Греции группы по восстановлению дикой природы делают все, чтобы медведи и люди жили в гармонии. чтобы у животных было достаточно места и чтобы окружающая среда благополучно процветала. Усилия ученых помогут медведям распространиться в самых диких местах континента. Всего за несколько лет мы стали свидетелями возвращения благородных оленей, европейских косуль, кабанов. По всей Италии теперь живут волки. Мы очень гордимся этим. Это приносит пользу не только природе, но и всем нам. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Алексей Никитин. Редактор субтитров Корректор А.